Представляет Российскую Федерацию Большовский клуб Академия ММА из Махачкалы Экпер Джанавар Гаджи Экперов! Дорогие друзья, первый поединок Кейдж Файтинг Дагестан. Гаджи Экпер Россия, Академия ММА Махачкала и его оппонент Ибрагимов Тенгиз Азербайджан. Сразу же коротко скажу такие информационные статистические данные ключевые о двух бойцах. Ибрагимов Тенгиз 28 лет, ему 180 км в его рост, 77 кг в его вес. Он дебютант в профессиональном, здесь в большей степени, наверное, более точно будет на профессиональной клетке или профессиональном помосте, так скажем. Потому что клетка находится на помосте, достаточно существенном. И как раз его оппонент Гаджи Экперов Экпер, 22-летний спортсмен, представитель клуба Академии ММА Республика Дагестан. Он 176 см в его рост, 77 кг в его вес, ну и также он является дебютантом на, опять же, профессиональной клетке. Опять же, наверное, выражусь я таким образом, потому что есть уже привычное выражение на профессиональном ринге. Здесь все-таки октагон, восьмиугольник и трудно назвать однозначно это пространство рингом. Хотя тоже имеет клетка закрытое, закрытое пространство. Соответственно, бой начался, видно сразу же по техническим действиям двух бойцов, что реально парни являются дебютантами. И для них сейчас это, конечно, такой особенный вызов и плюс, наверное, отдельные испытания. Гаджи Экпер очень активно начал поединок, и это заметно. Удивительно то, что Тенгиз сразу упустил первенство в начале поединка, и посмотрим, как ему удастся сейчас его избежать. Нокаута быстрого. Да, здесь, когда парни являются оба дебютантами, здесь очень важнейшим фактором является, конечно же, вопрос психологического давления. Перед выходом в клетку уж точно нужно преодолеть не только себя, но и всевозможные препятствия в виде различных психологических нюансов. Но вот сейчас мы видим, отдает спину. Как раз там боец из Азербайджана. Здесь посмотрим, насколько он грамотно защищается. Тут же фулл маунт. Экпер, Гаджи Экперов с фулл маунта сейчас будет пытаться точно и разящим образом завершить как раз этот эпизод в свою пользу, но потому что очень велики шансы как раз доработать. Кстати, он руку даже оттягивает, обездвиживает. В принципе, может работать и по болевому приему, с обмешанным рычагом локтя совершить. Потому что Федор как раз Емельяненко, наш великий прославленный боец, особенно излюбленно выполняет этот прием. На мне лично не раз он его показывал. Выходи, руку вперед, вытяни, руку вперед, вытяни, вытяни. Ну, посмотрите, что происходит сейчас. Оказывается, Экпер лежащим на конвасе клетки бойцовской. Ну и в стойке Ибрагимов-Тенгиз попытался что-то сделать. Сам же тейкдауни оказывается на конвасе уже сам, но при этом быстренько поднялся. И поединок опять переходит в позицию стойки. И, конечно же, по скорости уступает азербайджанский боец, россиянину, и достаточно существенно. А скорости замедлились в первом раунде еще так же по причинам того, что есть психологическое давление. Парни, напомню, проводятся первый поединок в клетке. И, конечно же, для них это отдельное испытание. И видно, что не каждый может справиться с ним. Опять выходит за спину. Но Экпер очень близок к тому, чтобы осуществить удушение. Здесь даже на самом деле не сопротивлялся особо Ибрагимов-Тенгиз, чтобы уйти от этого удушающего приема. Просто уже понимал, что он себя завел в ту позицию, с которой он не видит выхода. Ну и, соответственно, он даже там, по большому счету, долго не пытался контрить или защищаться. Просто отдал спину сначала и шею впоследствии. Ну и логичным результатом это удушающий прием. Как раз выигрывает Экпер, Гаджи Экперов, этот поединок. Досрочную победу блестящим удушающим приемом одержал боец из Махачкалы Экпер Гаджи Экперов по прозвищу Жанавар.